Приветствую коллеги, аналитик валютных рынков и торговый дед компании SIGMIL и с именем я, Артур Изиатурин. За четверг и пятницу у нас вышел ряд интересных данных, в частности по британской экономике, которые позволили установить, что развитие британской экономики, ее динамика относительно динамики таких экономик как ЕС и США, она резко ослабла. Обратимся к экономическому кальдарю, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло и как это отразилось на фронте. В пятницу у нас появились данные по розничным продажам за декабрь. Напомню, что розничные продажи это важный компонент потребления, а потребительские расходы, они у нас собственно составляют более 70% ВП в развитых экономиках. Поэтому розничные продажи имеют большое значение в прогнозировании ВП. Что мы собственно видим? В декабре у нас предполагалось, что рост составит 4% по розничным продажам. Актуальное значение значительно меньше, чем предполагал рынок, 2,9%. По остальным метрикам розничных продаж, которые не включаются различные волатильные продукты, мы видим также общее ухудшение. Затем, на этом не останавливается у нас ряд плохих данных по экономике Британии. У нас выходят индексы производственной и непроизводственной активности. Собственно, большой, просто огромный удар получила сфера услуг у нас в январе. Мы видим, что если мы не берем у нас декабрьские данные по розничным продажам в качестве каких-то актуальных данных, и мы говорим о чем-то более приближенном к настоящим, все равно мы не видим никакого улучшения в сфере услуг. Активность, если ожидалось, что будет чуть-чуть хуже, чем в декабре, оказалась очень плохо, намного хуже, чем было в декабре. Динамика активности в сфере услуг в январе оказалась очень плохой. По производственной активности, активности производственных сектор, мы также видим замедление, вроде бы у нас производственных сектор не только в Британии, но в остальных странах выступало некоторым таким локомотивом восстановления, потому что у нас некоторое синхронное повышение активности наблюдалось в производственных секторах, и вот ожидалось, что они будут тянуть постепенно экономики вверх, на них будет завязано восстановление. Но не тут-то было, вот первую трещь, которую нас дала британская экономика, здесь также мы видим потерю в навесе, вот то, что импульс, по сути, британская экономика растерял у нас в производственном секторе. Собственно, вот этот ряд данных розничной продажи за декабрь плюс индекс активности за январь, они спровоцировали у нас целевопытную рыночную реакцию, где фунт ослаб сегодня как против американского доллара, мы видим у нас динамику следующую, у нас фунт некоторое время находился в диапазоне, мы с вами об этом говорили, он у нас пытался пробиться выше уровня 1.37, это многолетний максимум, точнее максимум почти трех лет, произошел у нас пробой, и вот на этом вот пике у нас как раз-таки выходят вот такие вот неудовлетворительные данные по британской экономике, которые, естественно, спровоцировали вот такое вот обрушение. По еврофунту мы также видим похожую реакцию, резко вырос у нас евро против британской валюты, и замечу, что такое происходит нечасто, в плане того, что у нас фунт ослабевает как против европейской валюты, так и против доллара США. Обычно, если у нас фунт доллар ослабевает, это связывает с тем, что у нас происходит такое общее широкое укрепление доллара против всех валют, и оно затрагивает как бы фунт тоже. Но здесь мы видим, что у нас фунт снизился как против европейской валюты, так и против американской валюты. Это говорит о том, что произошли некоторые события, связанные с британской экономикой, которые обнаружили, что британская экономика развивается хуже, она теряет быстрее импульс восстановления, чем, например, экономика США и экономика еврозона. И это учитывается в ценах, учитывается в рыночной реакции. Это нам четко это показывает. Собственно, поэтому, если мы видим вот такой вот импульс, где у нас теряют фунт против двух основных валют половины процента, на мой взгляд, эта реакция не будет ограничиваться одним днем, она нам четко показывает, что произошел некоторый сдвиг в ожиданиях. На самом деле, вот такие данные, они у нас, будем говорить так, возвращают сценарий негативных ставок от Банка Англии. Вроде бы, Банк Англии у нас избежал введения отрицательных ставок, хотя об этом предупреждал. Но вот сейчас вот такая вот динамика, она приводит к тому, что сценарий отрицательных ставок в Британии, он у нас заиграл новыми красками. Естественно, это ставит на паузу какую-то либо раллию фунт доллара выше 1.37, несмотря на то, что у нас были предпосылки к тому, что у нас фунт доллар уйдет выше 1.37, хотя бы вот с технической точки зрения, потому что пребывание в диапазоне с пробоем и вот закреплением обычно означает, что у нас возвращается тренд, который у нас предшествовал диапазону и то, что фунт у нас будет продолжать расти в процедуре. Но не тут-то было. Вот такой вот подвох случился, поймал он многих инвесторов врасплох, и поэтому вот здесь, возможно, скорее всего, кроется вот разворотный момент. И, на мой взгляд, этот разворот у нас доведет фунт доллар до уровня 1.3620 и в перспективе 1.3550. Ну вот дальше посмотрим. Пройдет это на следующей неделе. И это все вот прекрасно, фундаментально обоснованно. Посмотрим, собственно, как это будет развиваться. Добавил у нас также негатива в новостной фонд по Британии премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что третий раунд локдаунов может растянуться до лета. Естественно, это вынуждает инвесторов и трейдеров пересмотреть потенциальный экономический урон для Британии от локдаунов. И на это реагирует вот британская валюта. По остальным данным, давайте посмотрим, что у нас произошло по еврозоне. У нас сегодня вышел также ряд данных. Это были индексы активности в производственном и непроизводственном секторе. По Германии мы видим улучшение в сфере услуг. Локдаун в декабре ее ввергнул в кризис сферы услуг, но постепенно, как мы видим, она начинает выбираться из этого кризиса. Кстати, оправдал нас более, чем оправдал нас ожидание индекс активности в сфере услуг. Небольшое совсем видим замедление активности в производственном секторе, но он также пока чувствует себя хорошо. Индекс у нас выше 50 пунктов, там у нас происходит расширение активности. По еврозоне в общем, по европейской экономике мы также видим в целом положительные значения. В целом это показывает, что по сравнению с декабрем у нас ситуация в январе в плане того, что у нас было с активностью в производственном и непроизводственном секторе, ситуация не особо изменилась, она остается вот стабильной. Это вот в частности еще один аргумент в пользу того, что европейская экономика и ее динамика относительно экономики Британии, она у нас улучшается, именно относительно мы говорим. Собственно, это поэтому и оправдывает ставку на то, что евро будет расти против фунта, потому что каждая из валют, она собственно показывает, как хорошо себя ощущает, грубо говоря, экономика. По остальным данным, это данные по США, у нас были вчера данные по рынку труда в США, который нам намекнул на первые признаки стабилизации, давайте посмотрим, что-то произошло. Это были заявки на пособие безработицы, да, сейчас к ним очень много приковано внимания, потому что произошла пандемия у нас и очень большое количество людей, оно подало заявки на пособие безработицы, сейчас постепенно с них слезает, ну и по крайней мере правительство, да, пытается сделать так, чтобы они слезли с этих пособий. Собственно, эта динамика нам показывает, как люди возвращаются на работу, поэтому мы за ними очень внимательно следим. По первичным заявкам, напомню, у нас последние несколько недель была негативная тенденция, у нас росли первичные заявки на пособие безработицы, причем с ускоренным темпом. Сейчас мы видим впервые долгожданную стабилизацию, у нас ожидалось 910 тысяч, на самом деле оказалось 900 тысяч. Если мы посмотрим на графике, это выглядело вот так, снижение, вот здесь дно и вот такой постепенный рост. Сейчас вот снова намек на стабилизацию, да, которые позволяют рынкам, собственно, ожидать, да, эту стабилизацию. По остальным данным, это вот длинные заявки на пособие безработицы, которые более одной недели, да, у нас люди подают вот эти заявки, и они, собственно, отражают у нас данных. Также мы видим, что постепенно слезая у нас с пособие безработицы, да, там люди идут, выходят на работу, мы видим вот такое вот мыснижение. По рынку недвижимости, это данные, начало строительства, сколько началось вот новых строительных проектов в декабре, разрешение на строительство, вот, пожалуйста, мы видим, ну вот улучшение, да, то, что по сравнению с предыдущим декабрем, получается, 2019 года, у нас рост 5,8% в декабре. Это у нас абсолютное значение, также они у нас превысили ожидания, все это говорит нам о том, что рынок недвижимости, точнее потребительская активность в сфере недвижимости в США, на которой завязано восстановление, пока там динамика хорошая, пока там, ну, стабильная динамика, и, конечно, это вот как ложится вот в эту вот макро-картину, да, вот как макро-фактор, да, мы берем по США, что там у нас происходит, восстановление или нет, и мы вот рассматриваем отдельный компонент потребительской активности, как он, какой вклад он вносит, собственно, вот в эту вот макро-картину, да, и вот как мы видим, пока, пока его вклад идет положительный. Естественно, по крайней мере, это не нервирует инвесторов, позволяет рынкам стабильно находиться на, ну, на высоких ценах, да. Вчера у нас также прошло заседание ЕЦБ, по нему было два очень любопытных, интересных момента, которые мы обсудим. Во-первых, во-первых, ЕЦБ у нас заявил, что тот фонд, который он создал для покупки каких-то слабых бумаг, с рынка, называет этот фонд пандемическая программа скупки активов, его размер 2 триллиона долларов. ЕЦБ пользовался этим фондом для того, чтобы поддерживать отдельные кредитные рынки, но вот если он видит, что начинается там рост доходности, начинают инвесторы сбрасывать бумаги, ЕЦБ вмешивался, подавлял этот рост доходности, и вот кредитные условия стабилизировались, оставались стабильными, привлекательными для участников рынка, и вот это как бы стабилизировало финансовые условия. ЕЦБ, значит, такую тактику использовал. И в том числе, он использовал этот фонд для покупки бумаг облигаций государственных таких стран, как Испания и Италия, которые там тоже много занимали, и инвесторы по любому какому-нибудь такому шуму, да, там, какому-то, они вот уходят с этих резко бумаг, вот, и это порождает нестабильность. ЕЦБ, собственно, активно часто, чтобы подавлять эту нестабильность. И вот вчера поступило такое вот заявление от ЕЦБ, что, возможно, возможно, не стоит использовать полностью этот фонд, все ресурсы этого фонда направлять на то, чтобы стабилизировать рынки. Вот эти все 2 триллиона ЕЦБ как бы не будет, получается, использовать для стабилизации кредитных условий. Естественно, инвесторы в итальянских и испанских бандах, они забеспокоились, и это вот спровоцировало такую вот следующую реакцию. Мы видим, что у нас была вот такая вот торговля, стабильность, да, в доходности итальянских облигаций десятилетних, и вот после заседания ЕЦБ у нас произошел такой скачок доходности. Мы знаем, что у нас доходность облигаций обратно по ценам связана с ценой, по сути это означает, что цены резко упали вниз на облигации десятилетние итальянские, да, вот такая вот ситуация произошла. Это вот связано с тем, что ЕЦБ сказал, возможно, мы не будем полностью использовать вот этот фонд, фонд пандемической программы скопки активов. То есть меньше будет средств направляться, меньше будет спрос на итальянские облигации с этого фонда, забеспокоивающиеся инвесторы начали выходить. Но для европейской валюты это на самом деле сигнал положительный, так как любые действия ЕЦБ по нормализации политики в том числе, это означает меньшее вмешательство на рынке облигаций, повышение процентных ставок и так далее. Это все означает меньший рост денежного предложения в перспективе, и естественно это сигнал к тому, что валюта должна национально укрепляться. Собственно, это вот первый сигнал, который заслуживает наше внимание. Второй момент, второй момент кроется уже в данных. У ЕЦБ есть команда прогнозистов, которые прогнозируют инфляцию и инфляционные ожидания. И впервые за долгое время они пересмотрели инфляционные ожидания на 2,5 лет вперед. Мы видим, я вот здесь отметил, он не кружочком пунктирным, вот такой вот разворот у них в ожиданиях произошел. Они ожидают вот то, что отскок произойдет в инфляционных ожиданий, начнут то, что они расти. Собственно, вот это отражено вот в таком вот здесь вот развороте. ЕЦБ, естественно, использует данную информацию в формировании своей политики. И понятное дело, если ожидается, что инфляция или, по крайней мере, инфляционные ожидания будут расти, нужно меньше прилагать усилий для того, чтобы стимулировать инфляционные ожидания, то есть, ну, меньше монетарного смягчения, да, осуществлять, чтобы достигать целей. И, естественно, это воспринимается позитивно валютными трейдерами, теми, кто держит евро, потому что это, ну, меньше монетарного смягчения, ну, более быстрый, по сути, возврат к нормализации стал со стороны ЕЦБ. Вот такая вот цепочка рассуждений, она приводит к тому, что у нас появляются два фактора со стороны ЕЦБ в пользу более сильного евро. Если мы посмотрим, собственно, ситуацию по европейской валюте, мы обсуждали с вами в понедельник, у нас вот такой вот был канал нисходящий, где коррекционное движение развивалось. После того, как у нас достиг евро-доллар 1.235, начал он корректировать. У нас был, если помнить, очень долгий вот такой рост, очень сильный. Ну, и должна была где-то коррекция произойти, произошла на уровне 1.235. Собственно, этот коррекционный канал, в котором находился евро-доллар, эта коррекция, она завершилась вот здесь, после пробоя и вот, по сути, закрепления за этим каналом. Я думаю, что будет снижение ниже, будет тест уровня 1.1950, после которого евро-доллар оттолкнется и дальше пойдет вверх, но, скорее всего, коррекция завершилась. Здесь, как мы видим, на уровне 1.2050. И, основываясь на комментариях ЕЦБ, на той информации, которую мы получили вчера из заседания, которая говорит в пользу сильного евро, учитывая вот такую вот техническую картину, ну, можно рассчитывать на то, что коррекционное движение закончилось, откат закончился, да, и снова у нас евро-доллар переходит к росту. Говоря о следующей неделе, естественно, все внимание будет приковано к заседанию ФРС. В контексте того, что же скажет нам регулятор, как он прокомментирует планы правительства, снова обратиться к долговому рынку, снова начать занимать, чтобы профинансировать их гигантский пакет стимулов на 2 триллиона долларов от новой администрации Байдена. Понятное дело, да, то, что вынуждено будет правительство снова увеличить заимствование на рынке, это новый приток бандов облигаций на рынок. И, естественно, без поддержки ЕЦБ это означает, что инвесторы на рынке Treasuries столкнутся с новым таким притоком предложений. Мы знаем, что если у нас предложение, приток предложений нового не компенсирует за адекватным каким-то спросом, цены должны скорректироваться вниз, да, закон спроса и предложения. У нас уже в начале этого года была у нас реакция в Treasuries, если вы помните, у нас доходность резко подскочила вверх, давайте посмотрим. Это как раз-таки произошло тогда, когда вот стало известно, что Байден у нас будет, предложат пакет новых стимулов, да, это что, что будет означать новые заимствования, по сути, правительства. Вот такой вот у нас рост доходности в Treasuries произошел, инвесторы, по сути, сбросили, да, свои вложения. В Treasuries сейчас вот некоторая стабилизация у нас наметилась на уровне 1.10. Вот, и поэтому внимание, опять же, исходя вот из этой реакции, будет приковано к тому, как же будет ли ФРС, вот, помогать инвесторам переварить вот этот новый приток предложений и облигаций. Если будет соответствующий сигнал, это означает рост баланса активов ФРС ускоренный, что значит рост денежного предложения и что значит слабый доллар. Если мы посмотрим, что у нас с балансом ФРС, видно, что у нас продолжает он расти, продолжает у нас расти денежные продолжения постепенно. Так как растет баланс активов, поддерживает у нас ФРС умеренно стимулирующую политику, что оправдывает у нас слабый доллар. Еще это один аргумент в пользу того, что евро-доллар у нас по идее должен продолжить расти. Мы видим у нас сигналы от ЕЦБ РАС, потенциальный сигнал от ФРС на следующей неделе, что они будут помогать правительству разбираться с этим новым пакетом стимулов, будут готовы абсорбироваться на новое продолжение, и поэтому это будет оправдывать слабый доллар. Поэтому на следующей неделе мы ориентируемся на пробой по индексу доллара ниже уровня 90, ну и собственно на продолжение движения вверх, на завершение коррекции, на продолжение восходящего движения в евро-долларе. Вот, на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Остались какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, welcome под видео. Буду рад это с вами обсудить. На этом у меня все. Всего доброго, торговец и профит.